С активной гражданской позицией, неравнодушной к событиям в нашей стране. Все это о молодых депутатах Кубани. Молодые избиратели и депутаты из шести районов края съехались в наш город, чтобы поучаствовать в молодежном конкурсе. В чем должны были состязаться участники, знают наши корреспонденты. Конституция нашей страны каждому из нас дала огромное право – избирать и быть избранным. С одной стороны, это большая ответственность. С другой стороны, люди, которые избираются в Совет депутатов, имеют возможность представлять интересы жителей. Кто, как не молодежь, со своей энергией, силой могут принести новые знания и решения, которые бы работали на благо жителей и помогали создавать законы. В целях повышения уровня правовой культуры, активного изучения избирательного права среди молодежи Кубани, территориальная избирательная комиссия «Славинская» провела зональный молодежный конкурс от молодого избирателя до молодого депутата. Проходил он в Доме культуры на территории филиала Кубанского государственного университета в Славинске-на-Кубани. Этот конкурс проводится ежегодно в рамках краевого политического марафона «Время выбирать». И не случайно именно в Славинске-на-Кубани, так как территориальная избирательная комиссия «Славинская» служит базой для пяти районов по обмену опытом. Ведя эту работу, мы целенаправленно встречаемся не только с молодежью, не только с молодыми избирателями, мы встречаемся и с молодыми депутатами. Мы ведем работу эту и среди молодых депутатов. Приглашаем на данное мероприятие молодых депутатов. Я хочу сказать, если опять же сравнивать 2009 год и 2014 год прошедшие выборы, я говорю по Славинскому району, если в 2009 году у нас было избрано 48 молодых депутатов, в этом году у нас избрано уже 67. Всего в конкурсе участвовало шесть команд из разных районов – Тимрюкского, Красноармейского, Калининского, Брюховецкого, Тимошевского, Славинского. Прежде чем дойти до финала, участникам предстояло выступить в четырех этапах. Визитная карточка – турнир знатоков. Участники должны были отвечать на вопросы. Ситуационные задачи – заявление молодого депутата о дальнейшей деятельности. Я Остапов Станислав и я хочу стать молодым депутатом. В своей работе я располагаю опираться на деятельность Совета депутатов Славинского района и на самую широкую общественную поддержку. Вместе мы сможем приумножить единство нашего многонационального населения Славинского района. Станислав Остапов пока молодой избиратель. Студент филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани. Факультета экономики, истории и права. Говорит, что хочет стать депутатом, чтобы активно участвовать в политической жизни своей малой родины. Потому что в любом районе есть проблемы, в любом городе, в любом сельском поселении, в любом селе. Эти проблемы нужно как-то решать. Особенно хочу поднять активность молодёжи, потому что современное общество и западные веяния разрушают структуру культуры именно молодёжи. Участники старались показать все свои знания и умения в области избирательного права, да и в общем правовой культуры. Какой был первый бюллетень? Первый бюллетень была каменная плита с именем кандидата. В перерывах между конкурсными заданиями для участников, болельщиков и просто зрителей выступали творческие коллективы Славянского района. Детя, гитара, свиньи, надёжное сердце, любовь сохрани. Сердце, любовь сохрани, а птица удачи, а прячь не уйти. Пришло время подводить итоги. Победителем конкурса от молодого депутата до молодого избирателя стала команда Калининского района. На втором месте ребята из Славянского района. И бронза у команды Красноармейского района. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. По сравнению с прошлым годом в Славянском районе процент молодых избирателей стал намного выше. Всё это благодаря таким конкурсам и встречам, которые регулярно проводятся среди студентов и школьников. Таким образом, у молодёжи повышается уровень правовой культуры, они узнают, почему так важно формировать активную гражданскую позицию.